Жанна Рейне «Матрёшка в Лондоне» Пролог Как думаете, насколько велика вероятность сорвать джекпот? Вот и я всегда считала, что ничтожно мала или, как говорили в школе, стремится к нулю. Примерно так же я оценивала свои шансы найти мужа иностранца через интернет. Да, я знаю язык. Пять лет универа и уже почти семь преподаваний английского в школе. Да, у меня прекрасные фотографии. Природа не обидела ни лицом, ни фигурой. Но я не могла поверить, что можно вот так, по параметрам типа цвет волос и ответом на вопросы анкеты вроде «Как часто вы хотели бы заниматься сексом?» найти человека, с которым сможешь прожить всю жизнь. Слишком уж это похоже на покупки в онлайн-магазине. Почитал, посмотрел, отправил в корзину. И все же сейчас я сижу в салоне самолета первого класса, который вот-вот вылетает в Хитроу. Там ждет меня мой замечательный муж и совершенно новая жизнь. Но прежде чем я узнаю, может ли в этой истории быть подвох, давайте я расскажу вам, как все началось. Глава первая Нищеброды всегда ведутся на гламур. Карина явно пыталась меня утешить, но получалось у нее не очень. Ну-ну, я села на кровать, поставила ноут на коленке и потянулась за бокалом красного вина. «Твой Антоша просто не понял, кто она и кто ты. У тебя образование, квартира в Москве, нормальная работа, в элитной, между прочим, школе. А она кто? Блогерша, создавшая себя с помощью фильтров для сторис и силикона?» Подруга закатила глаза и подкурила очередную сигарету. «Хорошо, что мы говорим по скайпу, и она может дымить, сколько влезет, потому что я табачный дым на дух не переношу. С другой стороны, я бы все сейчас отдала, чтобы Кариша была здесь, рядом со мной. Я не знаю, как в одиночку пережить этот кошмар. Может, мне тоже силикон? Если мужикам так нужна эта гламурщина, я ведь тоже могу нарастить ресницы, накачать себе губы и еще что-нибудь. Не вздумай! Настоящие высокоранговые мужчины ценят естественность. Знаешь, почему иностранцы ищут невест в России? Да потому что там еще можно найти нормальную, настоящую красавицу с традиционными ценностями. Давай я найду тебя англичанина, лучшего из своей базы. Я чуть не поперхнулась вином. А Карина мечтательно выпустила вверх струйку дыма. Переедешь сюда, и мы опять будем вместе, как в старые добрые. Захарян, отстань! Влюбиться по интернету невозможно. Я так не могу. Дура ты, Сушкина! Карина сказала это с такой любовью, что у меня из глаз опять потекли слезы. Ты не о том думаешь. Взрослая баба, а все любовь ищешь, как школьница. Ты пойми, что любовь у всех рано или поздно заканчивается. И дальше начинается самая обыкновенная бытовуха. Разница только в том, будет у тебя эта бытовуха в Москве с работой в школе на износ, или ты будешь жить здесь, в Англии. Тут ты, даже если разведешься в итоге, все равно в шоколаде будешь, понимаешь? Ну, включи уже мозги, пора, пока не успела найти себе очередного мудака. А может, она и права? Какой толк от этой любви, если все равно все заканчивается вот так? Думаешь, у меня с моим Тео все так ровно? Да мы скандалим чуть ли не каждый день. Только вот есть разница, скандалить в красивом доме в Лондоне или в Хрущевке в Чертаново. И ты ни разу не пожалела, что уехала? Только честно. Зуб даю, ни разу! Она решительно затушила сигарету. И ты не пожалеешь. Я бы давно тебя сюда забрала. Но ты в своего Антошу как вцепилась еще в универе. Так и все. Я уж думала, все, потеряна девка. А тут такой шанс. Тебя сейчас ничего не держит. Ловить надо момент. Еще лет пять и будет поздно. Старухи и здесь никому не нужны. Говно идеи, кориш. Я так не смогу. Замуж за кого попала, лишь бы уехать. Ты думаешь, я за первого встречного замуж вышла? Я вообще-то целый год своего Тео искала. А все потому, что все сама вслепую. Сейчас у тебя есть я. А у меня есть опыт и связи. Я тебе всякий сброд подсовывать не стану. Выберешь из нескольких вариантов того, кто тебе действительно понравится. Познакомишься, живьем встретитесь. Никто никого насильно не женит, если что. В любой момент ты можешь передумать и отказаться. Ну, давай хотя бы попробуем. Ну, Нина! Ладно. Ладно. Я допила остатки вина и вдруг поняла, что и правда готова попробовать. Уи-и-и! Сушкина едет в Лондон! Карина изобразила танец победителя. Если бы она была рядом, а не по ту сторону экрана, я бы запустила в нее подушкой. Захлопнув ноутбук, я откинулась на постель и реальность накрыла меня с головой. Я потратила на Антона семь лет. Как там обычно говорят, отдала ему лучшие годы своей жизни. Мы начали встречаться еще в университете на Инязе. Потом, когда бабушка умерла, он переехал из общаги ко мне. И вроде нам всегда было хорошо вместе. До сегодняшнего дня, когда он внезапно собрал вещи и свалил, сказав, что полюбил другую. У этой другой сто тысяч подписчиков в Инстаграме, и она обещала сделать из него звезду. Антон уже несколько месяцев снимал ролики в стиле английский для чайников, и теперь оказалось, что помогала ему эта инстадива. Я взяла телефон и открыла нашу с ним переписку. «Антош, я ведь тоже могу вести инст...» «Какая чушь!» Я стерла начатое сообщение. Мне нечего ему сказать. Не могу я тягаться с гламурной и предприимчивой блогершей. Я просто училка, которая больше ничего не умеет, кроме «Лондон is the capital of Great Britain». В моей голове столпились самые отборные английские ругательства. Телефон провибрировал, и я увидела на экране сообщение от Карины. «Фоток наделай, красивых, с фильтрами». Глава вторая Помня о том, что покупка лотерейного билета все же немного увеличивает вероятность выигрыша, я не стала дожидаться помощи от Карины и разместила свою анкету на нескольких сайтах. Я не знаю, почему вдруг так ухватилось за эту идею. Может, это просто был способ отвлечься. Может, мне хотелось как-то утереть нос бывшему. Но уже спустя пару дней мои фотографии красовались на нескольких престижных сайтах для международных знакомств. Не то, чтобы я не доверяла Карине и ее агентству, просто хотелось масштабных действий и быстрого результата. Нельзя сказать, что результатов не было совсем. Они, конечно, были, но в основном этим результатом было далеко за 50. И они только и говорили о том, как боятся русских брачных аферисток. В паре случаев попадались вполне приличные женихи, не очень старые, не очень страшные. Но ни один из них не вызвал у меня чувств, хотя бы отдаленно напоминающих интерес и симпатию. Я методично и совершенно без всякого интереса отвечала на письма и подмигивания, обменивалась парой писем, а потом вежливо желала удачи в дальнейших поисках любви. Ровно в тот день, когда я начала склоняться к выводу, что план провалился, Карина прислала мне анкету лучшего, по ее мнению, претендента на мою руку и сердце. И тут же позвонила. — Сушкина, хватит перебирать планктон на сайтах. Мой вариант самый реальный. Фред — журналист, 35 лет, не урод, живет в Лондоне, женат не был. Готов, реально готов к встрече с любовью всей жизни, то есть с тобой. — Ну-ну, — засмеялась я и открыла приложенную фотографию. На снимке парень в свитере сидел за рабочим столом, на котором в окружении полнейшего творческого беспорядка стоял ноутбук. Это было селфи, сделанное наспех. Незнакомец явно не старался произвести впечатление. Его даже не смутило, что за его спиной сквозь круглое окно солнечный свет бил прямо в кадр, засвечивая половину изображения. Его фото так сильно отличалось от остальных напыщенных студийных портретов на фоне золоченых переплетов бутафорских библиотек или уполированных капотов дорогих машин. Именно такие фотографии в основном украшают мужские анкеты, что я видела. В то время как женские фотографии непременно показывают декольте и оголенные ножки. В общем, каждый пытается продать себя, выставляя на показ свои наиболее выгодные стороны. Фред же, если и выставлял что-то на показ, так только свою простоту и отсутствие комплексов. Я сразу поняла, что хочу пообщаться с этим парнем. К тому же он был весьма привлекательным. — База, база, прием! — голос Карина в трубке вывел меня из ступора. — Я здесь, ага. — Ну как? Норм, чувак? Я же тебе обещала, что найду лучший вариант. А теперь слушай меня внимательно.